Михаила Павлова судят за закрытыми дверями 12 присяжных заседателей. Директор рынка под стражей уже 8 месяцев. Все это время он отказывался давать показания. В нескольких томах уголовного дела доказательства по трем эпизодам. Обвинение уверено, Михаил Павлов действительно брал взятки. Все доказательства, которые были собраны в ходе предварительного следствия, они как раз и подтверждают факт получения Павловым взяток. Более того, был зафиксирован сам факт передачи денежных средств Павлову. Ну, теперь все будет зависеть от присяжных заседателей. А начиналось все так красиво. Картошка по 8 рублей за кило, мясо по 100. Яйца отдавали за 27 десяток. Цены на ярмарки в юбилейном поселке самые низкие. Правительство области долго вынашивало идею создать рынок сбыта для местных крестьян. И фермерам хорошо, и саратовцам приятно. Задача правительства сегодня расширять, увеличивать количество торговых мест, создавать условия для того, чтобы и покупатели были довольны, ну и те, кто из районов возят свою продукцию, могли продавать здесь. В течение года Павел Ипатов приезжал на рынок как на работу. Журел нерадивых продавцов, выгонял особо взорвавшихся. Но как только высокое начальство отбывало, цены на рынке взлетали чуть ли не в два раза. За такое разгильдяйство полетели головы, и через три дня после очередного визита губернатора Михаила Павлова назначили исполняющему обязанности директора рынка. Ольга Горюшина целый год торговала мясом со своего подсобного хозяйства. Говорит, места бесплатными были только на бумаге. На самом деле приходилось платить и за подносы, и за весы, и отдавать дань продуктам. Торговое место обходилось почти в 10 тысяч рублей в месяц. Когда Ольга отказалась платить, ее с рынка выгнали. Подослали ко мне человека, как будто я обвесила. И я ничего не смогла доказать, что я не обвешивала ничего. Сразу же при мне порвали договор. Теперь Ольга Горюшина и еще 40 с лишним фермеров выступают свидетелями по делу директора рынка. Процесс обещает быть долгим и сложным. Свою вину Михаил Павлов не признает. Адвокат уверяет, что его подзащитного оговорили из мести. А те 200 тысяч рублей, изъятые следствием по горячим следам, это провокация. Анна Головчинская, Валерий Богословский. Новости, Телеобъектив.